Вахтанг Ананян Часть первая, глава пятая О том, как надежда сменялась отчаянием, а отчаяние надеждой. За одну только ночь, проведенную в Барсовом ущелье, ребята заметно побледнели и осунулись. До самого рассвета они не смыкали глаз. Когда рассвело, они посмотрели друг на друга, сделали попытку улыбнуться, притвориться беспечными. — Было довольно прохладно, не так ли? — попытался пошутить Гагик. — Настоящая дача, честное слово. Воздух свежий, чистый. Во всем Барсовом ущелье вы не найдете ни одного микроба. Вот как вернемся в село, я вам покажу. — Да-да, дачу, — стуча зубами, пригрозил Саркис. Когда Ашот вышел из укрытия, метель едва не сбила его с ног. Сухие крупинки снега больно впивались в лицо. Все кругом было окутано непроницаемой белой пеленой. — Придется подождать, — хмуро объявил он, вернувшись к товарищам. Однако сейчас же, стараясь говорить более веселым тоном, добавил. — Вот так штука. Мой отец, должно быть, все село на ноги поднял. Всех выгнал в горы искать нас. — А моя мама, — вдруг схлепнула Шушек. — Как она плачет, наверное. Неужели мы так и не выйдем отсюда? — Не останемся. Выйдем. Не бойся, — уверенно заявил Ашот. — Вот утихнет метель, тогда и пойдем. Но снег не унимался. Он все шел и шел, и к полудню забил все углубления между зубчатыми камнями над обрывом. Все сравнял. Вышел на воздух и осо. Он посмотрел на бешено, крутившийся над ущельем хлопья снега, в раздумье покачал головой и, поймав на ладони несколько холодных крупинок снега, внимательно осмотрел их. — Ну что скажешь? — спросил Ашот, поняв, что пастушок пытается что-то определить по этим снежинкам. — Долго ли будет идти? — Долго будет. Очень долго. И густо. Глубоким будет снег. Тихо, чтобы не слышали остальные, — сказал мальчик. — Ерунда! — пренебрежительно махнул рукой Ашот. — Погляди, ведь снег-то совсем мелкий. — Вот это-то и плохо. Будь он крупным, скорее бы прошел. В голосе пастушка звучала такая уверенность, что Ашот заметно помрачнел. Кому же, как не пастушку-курду, было знать повадки природы? Когда мальчики снова влезли в укрытие, Шушек тихонько плакал, всячески стараясь скрыть это от товарищей. Ашот, раздраженный тупым упрямством неутихающей метели, — прикрикнул на девочку. — Плакать запрещается, Шушек. — Да-да, запрещается. — Ты, Шушек, сядь возле бойнаха. Так, прижмись к нему спиной. Если спина у тебя будет теплой, не заболеешь. Все умолкли. Снег продолжал обильно падать. Не унималась и метель. В селе ребята никогда не испытывали бедствий, которыми грозит порой природа. Не знали ее разрушительных сил. Теперь же, лишенные теплого жилья, одежды, пищи, всего того, что может противопоставить человек к наступлению стихии, они сразу ощутили ее жесткость, поняли всю свою беспомощность. Что козам? Сейчас они спокойно укрываются в своих пещерах, а под вечер выйдут на пастьбу, разроют копытцами снег, найдут влажную слежавшуюся траву и утолят голод. Зайцы погрызут кусты, белка откроет свои склады. Медведь заляжет в берлогу и проспит всю зиму. Уснет и барсук. Зимой ему не нужно корма. Всем им легко. Все они претерпелись, приспособились к суровости природы. А каково человеку? Мрачные мысли вызвал в ребятах беспрерывно сыпавшийся снег. И все же надежда пока не покидала их. Нет, что бы там ни было, но нас найдут, думали они. Но ожидания были напрасны. Не утихает метель, и никто не приходит за ними. День проходил. Снег шел без устали, без передышки. Голод и жажда томили и рождали черные мысли. Гора окутала мгла. Казалось, давно наступил вечер, но никто не мог сказать, который час. Часов не было. Время тянулось изнуряюще медленно. Ну, видишь, до чего довело нас твое ухарство, разгроженно сказал Саркис. Темный пушок, покрывавший его щеки, поднялся щетиной. И мальчик стал похож на ощипанную курицу. Ашут, часто выходивший из укрытия для наблюдения за погодой, и так с трудом сохранял спокойствие. Слова Саркиса его взорвали. Довольно каркать вспыхнуло. Настоящий мужчина и в буран может попасть, может остаться запертым в горах. А ты привык к теплому колхозному складу. Негодование Ашута было, однако, в значительной мере наигранным. Он пытался заглушить в себе угрызение совести. Что не говоря, ведь действительно, это он своими фантазиями вовлек товарищей в беду. Ничего, все кончится хорошо, успокаивал Гагик. Он был настроен бодрее остальных, однако мысль о том, что они могут оказаться запертыми в ущелье, беспокоила и его. Один только осотиха сидел, прислонившись к скале и обняв за шею своего верного друга Бойнаха. Ашута спокойно смотрел на бушевавшую в ущелье в югу. Едва заметная усмешка сквозила в уголках его губ. Ну, снег, и все тут, ничего особенного. Чего в голову потеряли, хотел сказать ему. Что же ты отодвинулась, Шушик-э-Шушик? Обними Бойнаха, прижмись к нему. Он такой теплый, сказал девочке Асо. И на лице его вдруг вспыхнул румянец. Удивительный в такой стуж. Мальчик отвернулся и вздохнул. Эх, эх, где ты, лето? Лето мать и отец, чабана, пробормотал он. А затем вдруг мягким и приятным голосом запел старую печальную курдскую песню, вынесенную его предками из Турции. Ло, ло, ло. Из глухих деревень Курдистана стоны слышатся тяжкие плачь. Асо пел, стесняясь, не глядя на Шушик, словно стараясь спрятать от нее свое лицо. Сможет, дядя Авдал, еще денек потерпеть без сахара и табака? Не то всерьез, не то в шутку, спросил Гагик. Сможет, отозвался Асо. Ну что ж, раз так, ладно. Завтра мы будем дома, так почему бы нам не доесть то, что осталось? Да, давайте доедим, согласился Ашот. Он достал из сумки сыр и лаваш и разделил все на шесть равных частей. Шестая бойнаху. Асо был глубоко тронут добротой Ашота и посмотрел на него теплым ласковым взглядом. Природная застенчивость помешала пастушку сказать Ашоту слова благодарности. Завернув сыр в лаваш, так что получилась длинная трубочка, Асо с аппетитом ел, а бойнаху мгновенно проглотил свою долю, высунул красный язык и жадно поглядывал на жующих ребят. Не перепадет ли ему еще немножко? Голод был слегка утолен, но соленый сыр вызвал ужасную жажду. Набрав пригоршник, снег, дети стали глотать его заботливо, предупреждая друг друга о том, что есть снег опасно, можно заболеть. То ли ветер в ущелье немного утих, то ли после еды стало теплее, но ребятами снова овладела дремота. Веки у всех отяжелели и смыкались. Сказывалась, конечно, и ночь, проведенная почти без сна. В таком полудремотном состоянии прошло еще два часа. Радостный возглас Пашота вывел ребят из-под спинения. Вставайте! Метель утихла. Все вскочили, протерли сонные глаза, и первое, что увидели, были груды пушистого белого снега. Ребята задвигались, завздыхали, потянулись, расправили онемевшие ноги, руки. Послышалось покашливание, чей-то стон. О, закололо у кого-то. В то же время нашли. Кто заболел, поднимите палец, затороторил Гагик. Все чувствовали себя разбитыми, у кого-то и в самом деле в спине кололо. Кто насморк схватил? По удивлению... Но удивительное дело, никто не заболел серьезно. Тяжелее других было избалованному, изнеженному саркису. Голова, покоившаяся, не на пуховой подушке, а на жестком камне, казалось, налилась свинцом, болела. Вздохнет, заколет в боку, а спина доской стала, как простые люди говорят, айгердзорцы. А ведь и у меня нос заложило, как у простуженного барана, сказал Ашот. Да, козел вовремя стыщил твою шапку, откликнулся Гагик. Ну да ничего, с холодной головой люди думают яснее. Давай-ка вылезем из этого медвежьего логова, поглядим, что делается на белом свете. Не сделал Гагик и двух шагов, как по пояс утонул в снегу. Взглянув на ущелье, на горы мальчик невольно полузакрыл глаза. Все кругом было покрыто белым сауном. Мертвая тишина, ни малейшего признака жизни, словно снег похоронил под собой. Вместе со скалами и ущельем все живое. Кусты совершенно исчезли под снегом, а деревья склонились к своей отяжелевшей белой ветви до самой земли. Тропы, по которой ребята пришли сюда, даже и видно не было. Да, никто не мог бы назвать это пробуждение радостным. Уж лучше бы Ашот не будил их, не обнадеживал понапрасну. Субтитры создавал DimaTorzok